Представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Ольга Алфеева. В компании Atomio в нашей команде я с момента ее основания. Тоже с предстарта являюсь партнером данной компании. И с удовольствием сегодня для вас поделюсь опытом, расскажу то, что знаю. И рада то, что в эфире так много людей. Я уверена, что эта информация вам поможет. Знаете, хочу с чего начать? Вот сейчас прошел уже первый урок. Вы создали свои группы. Кто-то давно уже их создал. Но у кого-то классно все идет, у кого-то не очень. Сейчас самое главное просто делать. Делать так, как вам рекомендуем. Но при этом, если у вас есть какие-то свои идеи, есть там, может быть, свои знания какие-то, тоже, пожалуйста, обменивайтесь, делитесь в чате, делайте так, как вам удобнее. Но опирайтесь все-таки на рекомендации, потому что мы их со спикерами даем не просто так. Это все из личного опыта. Ну и, соответственно, из знаний, полученных уже в процессе работы с людьми. Сейчас может начаться такое состояние, что да зачем это все надо, да что обо мне подумают. Люди, которых вы пригласили, потихонечку начнут выходить, вообще на это, прям вот спокойно смотрите, не обращайте внимания. В этом нет ничего страшного. Это нормально, все живые люди. Кто-то демонстративно выходит, чтобы вы это увидели. Кому-то просто сейчас не актуальна тема здоровья, красоты и либо бизнеса. Кому-то неудобно, да, вот не отключил он уведомления, где-то сидит там в очереди в поликлинике или на совещании, запиликали сообщение и неудобно, просто быстренько вышел, да, ничего нового не придумал, кроме как выйти. Поэтому не переживайте, спокойно вы делаете свое дело. Вот поверьте, что бы вы не продавали, сахар, там, я не знаю, коврики какие-нибудь, да, куда бы вы людей не звали, всегда будет вот этот круговорот, пришел-ушел, пришел-ушел. Ну, обидно, досадно, но ладно. Единственное, что вы можете с этим сделать, это, опять же, по своему желанию, просто смотрите индивидуально по человеку. Если вам хочется, ну, я бы рекомендовала от себя все-таки хотя бы нескольким людям выборочно писать и спрашивать, там, Юля, здравствуй, ты сегодня вышла из моей группы, могу я уточнить, тебе формат неудобен, либо неактуально сейчас, может, какие-то свои причины. Ну, вот в таком ключе можете людям писать и спрашивать, хотя бы для себя просто узнавать, почему люди выходят. Вот, если вы понимаете, что человек какой-нибудь там, ну, я не знаю, не хочет вам особо общаться, да, а разговор может стениться очень надолго, ну, вышел и все, и до свидания. Освободил место для кого-то другого, для вашего клиента, который придет к вам, который вас влюбится и влюбится в то, что вы предлагаете. Особенно в WhatsApp это актуально, когда в чате всего 257 мест, поэтому думайте, что человек просто освободил место. Это такое небольшое отступление. Опять-таки, мне хочется, чтобы не занижать важность инструмента такого, как клиентский чат, хочется в целом еще сказать, что это, да, такое. Клиентский чат – это завершающий этап воронки сбора трафика, сбора ваших клиентов, вашей целевой аудитории. Мне иногда говорят, спрашиваю, что ты делаешь? Ну, вот я веду там Инстаграм, веду соцсети, у меня рилсы классно залетают. Класс, а что ты делаешь с этими людьми? Вот понимаете, как вот это все строится, да? Мы можем делать контент, этот контент привлекает внимание новых людей, но если вы этих людей не ведете к себе в гости, то вы остаетесь для них вот просто как певец на сцене, а он на вас смотрит с экрана телевизора, да? Он до вас не дотронуться, не написать вам что-то, не показать, как вы круто выступили, он вам не может. Он вас видит, он получает от вас информацию, но вы с ним не контактируете, по сути. Единицы в социальных сетях доходят и что-то вам могут сказать, пожелать, предложить, поинтересоваться. Когда вы просто вещаете вот так вот со своих экранов в социальных сетях, получается, что вы, ну, может, это благотворительностью мы занимаемся, да? Потому что мы даем информацию о продукте, мы заинтересовываем, но мы не берем людей к себе. И мы можем у людей подогревать интерес, и они будут покупать, но часто не у нас с вами. Они будут накапливать в себя информацию, а вот в один прекрасный момент они будут готовы купить, и они наткнутся на призыв перейти в группу, в маленькую, где будет еще более плотное общение. Они туда пойдут и там купят. Поэтому клиентский чат – это вот концентрат вашей аудитории. Это непосредственно ваши люди, которые пришли к вам. Опять же, если сравнивать с кумирами, да, то если вот это как будто фан-клуб. Ваши люди, которым вы уже понравились, которых вы уже заинтересовали, они у вас в вашем поле остаются, и там ваша теперь задача вот по-хозяйски, гостеприимно с ними общаться. Там должно быть людям комфортно. Они не должны чувствовать, что вот вы там кинули в них текст песни, да, читайте. А я буду там смотреть, буду следить, кто вышел, а кто заинтересовался. Им должно быть интересно, комфортно, ненавязчиво. И, собственно говоря, об этом сегодня наша с вами тема эфира. Мы поговорим о контенте, как давать информацию так, чтобы люди ее читали, чтобы они интересовались, проявляли активность. Поговорим о способах повышения этой самой активности. И поговорим, что делать для того, чтобы к вам еще и приглашали знакомых. Вот тоже, исходя из опыта, могу сказать, что действительно это работает, но это работает не сразу. Вот еще хочу сразу предупредить. Большая ошибка, когда мы для начала в свой клиентский чат приглашаем какую-то небольшую группу знакомых нам людей. Иногда даже просим, ну просто поддержите, да. И когда там вдруг 15 человек, из них человек 6-7, это партнеры компании, которые пришли поддержать. То есть 2-3 там холодненьких, одна ваша бедная сестра, которая и так всегда покупает. Либо подруга, да, которая всегда там, например, ну не знаю, нос воротит. То глупо от такого клиентского чата ждать большой активности. А еще более глупо расстраиваться из-за того, что там нет активности. Клиентский чат – это место, куда должен быть обеспечен постоянный приток новых людей. И об этом у нас дальше в марафоне тоже будет информация. Сегодня мы с вами говорим только о контенте. Вот вы свои группы завели, вы начали туда приглашать людей, вы их оформили. И теперь нужно начинать делать контент и давать его в свою группу. Я сейчас быстренько взгляну на чат. Правила, общие правила по подаче контента. Самое главное, вы должны без всяких эмоциональных там своих состояний, ой, никому не надо, никому не интересно, мне не получается, ежедневно даете информацию на регулярной основе. Можете, конечно, для себя сделать выходные дни удобные для вас. Например, 5 дней в неделю вы информацию даете, 2 дня вы, ваши клиенты, отдыхаете. Иногда, ну, как бы чаще всего советуют брать себе выходной в выходные, но наши клиенты, как правило, в выходные, особенно в воскресенье вечерком, проявляют активность, наоборот, в чатах. Им интересная информация. Поэтому, ну, подумайте там же, просто в процессе посмотрите. Вы, ну, у всех разная сливая аудитория, да? У кого-то мам в декрете, которым каждый день удобно. У кого-то больше работающих людей, у кого-то больше смешанные чаты. Вы поэтому просто уже потом там понаблюдаете. В процессе выберите для себя какие-то выходные дни. Может, вы вообще так загоритесь, что вы будете делать это каждый день. Главное тоже не переборщить. Старайтесь приучить аудиторию к подаче информации примерно в одно и то же время. Я из своего опыта могу сказать, что у меня лучше заходит утром. Когда вот я часов в 9 по Москве выкладываю информацию, у людей есть возможность, пока они там добираются на работу, где-то в течение дня там устроили себе чаепитие, да? И они листают, смотрят и, соответственно, задают вопросы. Либо я вижу какие-то реакции на тот контент, который я даю. Так, то есть обязательно регулярно и желательно в одно и то же время. Люди привыкают. Регулярность дает то, что ваш чат, он всегда будет в верхней строке, во-первых, да? Человек заходит в WhatsApp, либо он заходит в Telegram, особенно если у него не сильно много чатов. То тот чат, в котором регулярно новые и новые сообщения, он всегда будет на первой строке. Соответственно, человек, даже если у него отключено уведомление, он не будет забывать о том, что он состоит в этой группе. Тут же про уведомление. Каждому человеку, которого вы приглашаете, не поленитесь объяснить, как отключить звук и как отключить сохранение медиафайлов в телефон. Вопрос памяти острый очень стоит. Это одна из самых частых причин, почему люди из групп выходят. Они просто не знают, что можно отключить сохранение всех ваших видео, фото и голосовых сообщений. И когда им нужно что-то срочно найти у себя, там, в галерее информацию, у них 100-500 ваших файлов. Ну, соответственно, это начинает раздражать, и они просто выходят из группы. Поэтому объясняйте каждому. Сделайте прям себе скрины с телефонов, со своих, со своей модели телефонов, да? У кого Android, у кого WhatsApp, в чате можно просто обменяться этими картинками. Прямо пошагово стрелочками нужно показать людям, куда нажимать, на какие кнопки, чтобы они вышли и чтобы чат не был в тягость. Так, и дозированно обязательно давать информацию, чтобы у вас желательно один день был посвящен одному продукту. Если это не программа, например, программа по похудению, если это не связка продуктов, когда они очень здорово работают вместе, то желательно, чтобы все-таки день был посвящен чему-то одному. Например, химохим, о нем вообще можно говорить, там, и два, и три дня. Это продукт, который очень широкого спектра действия. И если вы будете говорить о химохимии, а потом в течение дня накидаете еще картинки крема для рук шампуня, ну, это будет похоже, как будто вот все, на вас там сегодня озарение нашло, вы решили быстро закидать все в чат. Для чего это, да? То есть должно быть все структурно. И вот дальше я уже вам даю алгоритм, как давать информацию так, чтобы она была, ну, чтобы не было передозировки, чтобы было интересно, чтобы было самое главное понятно. Потому что мы должны говорить на языке потребителей, на языке наших покупателей. Вспомните себя, когда вы ходите по магазину. На что вы обращаете внимание? Вам важно, ну, что привлекает, да? Внешний вид. Нам интересно понюхать, посмотреть, что там внутри. Нам интересно параметры, да, для чего это, цена, объем, чтобы мы понимали, выгодна покупка для нас или нет. Нам интересно, ну, как бы, что-то узнать о том, как это работает в принципе, да, и, ну, не потрачены ли это деньги впустую. И нам интересно, ну, да, узнать какие-то мнения, да. Мы иногда даже у продавцов спрашиваем, там, подскажите, а как это, а как это. И если вдруг вы зайдете в магазин, а перед вами будет стоять бутылочка, там, условно, цена, и вот такое полотно текста, состав, разработки, кто там какие исследования провел, какие сертификаты присвоены. Ну, вот кто из вас остановится и будет прям вдумчиво читать? Я думаю, что мало кто. Наша с вами задача сделать именно так, чтобы с точки зрения покупателя, который сейчас делает свой выбор, дать ту информацию, которая непосредственно ему нужна. Как это мы делаем? Мы берем продукт, один день, да, выбираем, вот сегодня у вас там такой-то продукт. Сначала мы обязательно, девочки, не надо вот там, вы пригласили несколько людей, да, сейчас ваши группы, не надо просто взять и пульнуть туда фотографию. Вспоминайте, что вы хозяин, люди у вас в гостях. Вы приходите в этот свой кабинет, да, в этот свой, не знаю, там, дом какой-то, и в первую очередь приветствуйте. Приветствуйте каждый день. Небольшое какое-то пожелание утром. Добрые слова, кошке приятно, поэтому не пренебрегайте этим, даже если у вас нет настроения, просто поздороваться, просто там спросить даже, как дела, хорошо начинать общение вопросом и хорошо завершать общение вопросом. Вышли и сказали там, здравствуйте, дорогие, сегодня хочу с вами обсудить там такой-то, такой-то вопрос. Надеюсь, что вам будет интересно, как вообще там у вас настроение, да, можете поделиться. И говорите, что вот сегодня я вам расскажу о том-то. Даем фотографию продукта. Я вам дам прописанный текстовый алгоритм, я подготовила этот материал, но в целом я все, что сейчас буду говорить, я вам в качестве выдержек это дам в чат после завершения эфира, поэтому хотите, можете писать, хотите, не пишите, все это будет. Мы в первую очередь даем фото, лучше, если это фото будет в упаковке и без, либо у вас будет фотография продукта и рядом стоит его упаковка, потому что когда люди выбирают не для себя, например, в подарок, внешний вид, как это будет выглядеть изначально, это тоже важно. Соответственно, где брать этот контент? У нас есть рабочие чаты в команде, есть продуктовый чат, есть другие общедоступные чаты с отзывами, между собой вы также можете обмениваться информацией, да, друг на друга сейчас подписывайтесь, я думаю, что можно, ну, по договоренности, конечно, лучше, лучше спрашивать, когда берете чей-то контент, и, соответственно, все это использовать, друг другом делиться. Соцсети. Можно брать информацию из интернета, можно брать из Инстаграма, из других социальных сетей, это все довольно просто, можно под себя немножечко подстроить, да, все, что фотографии, которые без каких-то водных знаков, без подписей, без имен, без контактных данных, это фотографии в открытном доступе, можно их тоже брать и пользоваться. Даже если вы совсем-совсем начинаете, только у вас немного продукции, материал у нас есть, об этом вообще не переживайте. Двигаюсь дальше, да, значит, фото мы даем, фотография, продукт, рядом с ним упаковка, либо фото в продукте, потом фото в упаковке, и потом без упаковки. Это первое. Дальше идет ваше короткое описание, именно вашими словами. Что здесь должно быть? Вы должны сказать, что это, для чего это, и какие основные характеристики. Цену я лично от себя рекомендую указывать. Можете указывать для зарегистрированных, для незарегистрированных, то есть тут уже просто смотрите тоже по своей аудитории, кто в этом чате, может у вас только зарегистрированные партнеры. Если вы туда приглашаете разную аудиторию, значит, тут уже тоже посмотрите, как вам удобнее. Я цену всегда пишу и делаю приписку, что это для зарегистрированных партнеров. Если у вас еще нет своего ID номера в компании, пароля на скидку, там напишите мне в личное сообщение, или перейдите, и даю ссылочку, куда люди могут перейти, для того, чтобы им удобно было со мной пообщаться. Так, то есть главное коротко, без вот этого, еще раз повторюсь, без состава, без вот этих скринов с сайта, это не сильно интересно. Если человеку важно что-то именно из состава, он вас об этом спросит. Он придет либо в чат спросит, либо в личные сообщения придет, задаст этот вопрос. Соответственно, рассказывайте и добавляйте своих эмоций. Если вы этим продуктом пользовались сами, рассказывайте от своего лица. Можно рассказать текстом, но коротко, можно дать это в голосовом сообщении, не частите с голосовыми, их кто-то любит, кто-то не очень, но для добавления эмоций, для того, чтобы люди проникались в вами, и все больше и больше как бы сближались с вами, как и с настоящим живым человеком, специалистом, который может помочь им решить их вопросы, голосовые тоже используете. Мы даем далее короткий видеоролик, желательно до 30 секунд. Видеоролик – это тоже человек, как будто бы уже ближе становится к продукту. В видеоролике что должно быть? Продукт, его содержимое, желательно, чтобы там показано, как льется, как там капается, как нажимается, что там в этом тюбике. Ну и, соответственно, такой вот коротенький, хорошо, если он там с каким-то сопровождением музыкальным. Снова повторюсь, что вот эти базы, каналы, где мы собираем видеоролики, фотографии, это все есть. И можно дополнять их своим контентом, для того, чтобы другие партнеры команды тоже могли использовать. Можно брать то, что есть. Свой контент, он, конечно, всегда работает лучше, но если у вас нет столько много продукции, чтобы каждый день что-то демонстрировать новенькое своим клиентам, соответственно, мы берем то, что уже есть из наработок команды. Обязательно отзывы. Мы дали фотографию, мы дали короткий видеоролик, мы рассказали, что это, как это работает, и параметры, да, там, например, объем, цена, чтобы люди понимали, за что они платят деньги, и сколько вообще, в принципе, это стоит, насколько для них это доступно. И потом мы начинаем все это подкреплять, всю эту информацию отзывами. Отзывов у нас, девочки, тоже уже за время работы компании, компаний огромное-огромное количество. У нас замечательный продуктовый чат, спасибо тем партнерам, кто его наполняет и кто его ведет. У нас есть, опять-таки, огромное количество партнеров, которые ведут свои страницы в разных социальных сетях, и у которых есть отзывы, которые, я уверена, что прям спокойно могут ими делиться. У нас есть официальные каналы от компании, и в Телеграме, и в Инстаграме, ВКонтакте всю информацию с официальных каналов компании тоже можно брать. И ролики, и фотографии тоже прям смело используйте. Отзывов тоже, вот если зайти на официальный, например, в Инстаграм, да, Атоме, либо в Телеграме, и почитать просто там даже комментарии, даже в комментариях люди делятся, как им помог тот или иной продукт. Поэтому вот на досуге, когда есть время, прям обязательно их смотрите, читайте. У нас проходят регулярно прямые эфиры от компании, у нас проходят семинары и Академия успеха. Я призываю вас не вжалеть своего времени, хотя бы в фоновом режиме, все эти мероприятия посещать. И помимо того, что это просто вот так бодрит, это прям силу духа поднимает, это еще и с точки зрения получения новой информации о продукции, о компании в целом, и о том, какие истории людей здесь у нас формируются, прям вот ходите, смотрите, берите эту информацию и делитесь ей со своей аудиторией. Наша главная задача здесь, в Атоме, для того, чтобы приблизиться к желаемым заработкам, к своему успеху, это увеличение товара, оборота компании. Ну вот как ни крути. А если мы будем жадничать информацией, если мы будем ее давать мало и просто обижаться на людей, что им это неинтересно, нас это не приблизит. У высших сил, у Бога и у того, во что вы верите, других рук, кроме ваших, нет. Поэтому на свое будущее, благосостояние, нужно сейчас поработать. И что мы еще делаем? Фото до и после. Это очень классный инструмент, когда вы подкрепляете отзывами. Отзывы можно давать скринами, прям, чтобы люди видели, что это вы не сами себе пишете и не партнеры команды, а разные скрины можно делать из интернета, из соцсетей, из разных площадок, но можно давать скринами. Можно давать текстами, просто копировать, например, в чате текст и, соответственно, подписывать, что это отзыв и давать в свой чат. И подкрепляйте действия продукта фотографиями до и после. Ну, практически на огромное количество продукции можно найти такие фото. Делаете либо коллаж себе, либо просто даете две фотографии до и после. Работает это вот так. Использую всегда у себя в своей группе. И люди интересуются, пишут. И сама я, когда, например, что-то выбираю, я вот не пожалею времени, я поищу информацию в интернете, на ютубе, везде, где угодно. Мне интересен результат, мне интересно посмотреть, как это действительно вот. Мне важно до, после, до, после. Обязательно берите в работу. если хочется продавать не один продукт, а сразу, например, чтобы у человека был заказ покрупнее, и чтобы, соответственно, ну, если вы знаете, что один продукт, если его использовать, он будет работать, но не так классно, как, например, в совокупности с каким-то другим, то можете давать прям вот эту связку, да, что, к примеру, если вы рассказываете о шампуне для волос, а у человека проблема выпадения волос, соответственно, вы ему скажите, что мало использовать только еще уходовые средства для волос, нужно еще и подкрепить изнутри свой организм витаминами, и, например, рекомендуете. Хорошо работает в связке со спирулиной, с омегой, и можете еще пару слов сказать об этом продукте, что вот он у нас тоже есть, там более подробно, например, расскажу о нем потом. Если интересно, задавайте вопросы. У нас есть в наших чатах продуктовых целые программы, составленные специалистами, которые тоже хорошо работают. Есть программы БАДов для женского здоровья, для мужчин, для деток, для тех, кто страдает аллергией, для похудения и так далее. Прямо тоже поиском пользуйтесь активно, находите информацию и можете ее использовать в своих группах. Единственное, только не переборщите. Слишком много и слишком объемно тоже не давайте, потому что человек вроде бы включится, а потом он понимает, что там еще на полдня работы и он скажет, ладно, я потом, по факту потом забудется и интерес, ну, он куда-то тоже улетучится, поэтому вот все должно быть дозировано. Сейчас я гляну. Вопросов пока нет, но не стесняйтесь, если появляются, задавайте. И мы плавно с вами переходим к, это были общие рекомендации по ведению и алгоритм подачи контента непосредственно о продукте на ежедневной основе. И теперь мы с вами переходим к способам увеличения активности в вашем чате. Иногда нужно людей расшевелить. Как вы это можете сделать самостоятельно? Можно подключать такие варианты работы, как лотереи, розыгрыши, подарки, игры. Люди любят что-то получать в подарок. Даже если у них есть возможность финансовая купить себе все, что им хочется, получить подарок, даже небольшой, это очень радует. И это очень здорово на эмоциональном фоне у людей откладывается в голове и они запомнят, где, когда, что они выиграли. И в вашей группе они останутся. Какие могут быть варианты? Их на самом деле очень много. Можете прям, я дам тоже информацию, подготовила, собрала игры, которые больше всего нравятся мне. Игры и розыгрыши лотереи. Все это будет тоже в чате. А вы в свою очередь можете поделиться тем, что нравится вам, может быть, то, что вы уже используете. Помимо этого, можно такие развлекалки придумывать самостоятельно. Вспоминайте детские игры, игры на смекалку, на логику, вводите их в свою работу и просто тестируйте, кому что понравится. я использую чаще всего лотереи. Что такое лотерея? Во-первых, это способ, который без затрат с вашей стороны включает людей в некую азартную игру, потому что особенно, когда начинают заканчиваться билетики, изначально, допустим, первый вариант лотереи, мы берем с вами продукт, пусть это будет пенка для умывания. Она стоит у нас 700 рублей для зарегистрированных партнеров, оптимальная цена одного билета для участия в лотереи, 100 рублей. У нас будет 7 номеров и вы говорите в чате, вы, допустим, дали сегодня информацию об этой пенке, а потом говорите, я тут подумала, почему бы кому-то из вас не выиграть такую пенку для себя, не получить ее всего за 100 рублей. Давайте, вот у меня есть 7 билетов, цена каждого билета 100 рублей, выбираете свой номер, оплачиваете мне по реквизитам, даете реквизиты, и, соответственно, как только все номера будут раскуплены, мы определим победителя. Победителя определяем способом, путем использования генератора случайных чисел в Яндексе в свободном доступе вообще. Вот. И, соответственно, первый билетик там кто-то самый активный возьмет, второй билетик там кто-то еще возьмет, да, чувствуете, что притормозилось, идете в личку прям к людям, например, кто давно там не проявлял активности, там смотри, ты у меня в этой группе, там сейчас розыгрыш, а что если ты выиграешь? Ну, мне бы вот, например, так хотелось, да, допустим, если вдруг затормозилась лотерея, либо просите кого-то из близких, из знакомых поучаствовать, редко кто отказывает на самом деле, 100 рублей за классный продукт это ни о чем. И вот, когда подходит уже остается там 2-3 билетика, вот тут начинается азарт, иногда люди уже пишут в личку, выбирают номера, а я им говорю, все, стоп, я подождите, у меня есть там до вас уже желающие, это формирует интерес к группе, да, и при этом человек, когда он покупает для себя билет, он как бы уже вот эмоционально владеет этим продуктом. И нередко у меня были случаи, когда люди не выигрывали в этой лотерее, но они заказывали себе этот продукт, потому что, ну, они как бы вот уже стали, как бы его владеют, дельцам, да, интерес-то есть, они бы вообще-то уже там через 5 дней мазаться хотели, а тут вот выиграл кто-то другой. Используйте. Единственное, что это классный способ с точки зрения того, что он не затратный для нас с вами, как для организаторов, но его сложно использовать в самом начале, особенно если вы только-только создали свой чат для клиентов, нужно сначала немножко войти в доверие, потому что, если вы собрали группу вчера, а сегодня уже предложите им скинуться на что-то, да, особенно если это холодная аудитория, которая вас не знает, то, ну, так себе это будет выглядеть, поэтому повремените пока с лотереями, можно использовать другие варианты, и просто пока берите в принципе эти варианты себе на заметку, если вы только-только завели чат. Сейчас что можно делать? Сейчас можно предложить такую игру, когда ваши люди просто за то, что они находятся в группе, они могут получить какой-то презент от вас. У нас, слава богу, есть продукция, которая по цене не бьет по карману, например, жидкое мыло, губки, что там, набор паст, да, если вдруг выиграет кто-то из тех, кто с вами в шаговой доступности, соответственно, вы можете дарить что-то, там, не упаковку, например, паст, а одну пасту и щетку, да, масочку там и пасту, ну, то есть тут уже смотрите по ситуации, в этих случаях я просто рекомендую не объявлять сразу, какой будет приз, да, а потом уже по победителю вы поймете, либо вам нужно отправить, оформить заказ и отправить, да, и вы тогда скажете, что вот там буду разыгрывать, вернее, для вас подарок, вот такой-то там и дальше решаете, если у человека, опять-таки, это нюанс, но я скажу, если у человека есть центр выдачи, наш образовательный центр в городе, вы отправляете ему подарком, чтобы он сам пришел, забрал, если таких вариантов у него нет, значит, вы так и озвучиваете, что я отправлю стоимость подарка, будешь делать заказ, там потом, да, соответственно, используешь эти деньги, я делаю так, никаких проблем пока еще ни с кем не было, чтобы не оплачивать самостоятельно еще и доставку, делаем вот таким образом, если это люди, которые находятся со мной поблизости, в какой-то шаговой доступности, значит, я могу что-то подарить из наличия, как эта механика действует, да, то есть вы говорите, что это действует хорошо на приглашение, как раз вот сейчас на начальном этапе, когда вы только собираете свою аудиторию в свои группы, вы когда приглашаете их, можете прям вот сделать приписку, что у меня, кстати, сейчас для, просто за то, что ты в этой группе находишься, будет разыгран подарок, там, например, через пять дней, и мне было бы приятно, если бы выиграл его именно ты, хочешь поучаствовать, да, и вот на такие розыгрыши хорошо идут люди, да, может быть, они идут за халявой, но как раз-таки за это время, что вот он согласился и зашел, здесь уже зависит от вас, ваша задача контента, который будет видеть человек за эти, там, его пять дней пребывания, да, заинтересовать, заинтересовали, он останется, не заинтересовали, он уйдет, и в этом тоже нет ничего страшного, придут другие люди, это наша с вами работа, если вы пришли в этот бизнес, то здесь бизнес именно общение и постоянно взаимодействие с новой аудиторией, выжимать из людей, там, из 20 человек, выжимать на регулярной основе какие-то результаты, результаты, это рано или поздно закончится, поэтому вот не забывайте, что притоки новой аудитории нужны, и для этого некоторые вложения с нашей стороны тоже нужны, не жадничайте на подарки, будьте щедрыми сейчас вот на этом этапе, и все это потом окупится, поверьте мне, потихонечку, да, не балуйте, там, призами, подарками, скидками, еще чем-то, но раз, два раза в месяц, пока набирайте новую аудиторию, проводите такие вещи, вот, честно вам скажу, что оно все потом потихонечку, постепенно, нарастающим вот таким вот итогом, все это окупается. Так, розыгрыши за заказом. Я в своем клиентском чате тоже регулярно на постоянной основе, на ежемесячной основе провожу розыгрыши, подарка по итогу месяца за заказы. Очень классно стимулирует людей. Вот, игры любят все, такую вот, какую-то азартность, конкуренцию тоже любят все, что-то выигрывать любят все. Как делаю я? Я в начале месяца объявляю акцию, что за каждую полную тысячу рублей в заказе партнера, который проходит через мою структуру, я присваиваю номер для участия в лотерее по итогам месяца. Вы можете делать как хотите, можно давать один номер за весь заказ, можно давать также там за потраченную там сколько-то рублей, можете, некоторые, знаете, еще как делают, за пиви, за каждые там условно 10 тысяч пиви дают номер. Я делаю за тысячу, мне это нравится, я считаю это, ну как бы честно по отношению ко всем участникам, потому что если человек сделал там заказ смыл за 250 рублей, а другой сделал заказ на 15 тысяч рублей, я и тому, и тому дам по одному номеру лотерейному, но это не очень стимулирует к покупкам, да, когда мы даем за потраченную сумму какую-то в заказе один номер, соответственно, больше шансов получить подарок у людей, и больше интереса добить до полной суммы, да, что вот там, например, у него там на 8300, закажу-ка я еще что-нибудь, чтобы у него было там уже 9000, да, и заодно я получу у Оли номер. Это работает здорово, я это провожу уже на протяжении, наверное, года, и я сразу себе, прям вот закладываю себе в бюджет, условно там, это небольшие тоже подарки, пусть это будет там тысяча рублей, на эту тысячу рублей вы можете разыграть, например, пенку и два мыла, можете делать один подарок, можете там, например, четыре мыла, да, разыграть, пусть это будет приятным бонусом для тех людей, для этих четырех счастливчиков, которые у вас выиграют, и, соответственно, все это тоже повышает активность, и людей оставляет в вашей группе, и если человеку даже сейчас ничего не надо, а где-то потом, через какое-то время, он услышит информацию про Атоми, либо ему там кто-то скажет, вот мне порекомендовали, например, там, зубную пасту Атоми, не могу найти у нас в городе, где же она продается, человек вспомнит о вас, и он придет к вам, смотрите, что я еще пропустила, это очень важная деталь, когда вам задают вопросы, например, в вашем клиентском чате, вот вы дали информацию, а вам в течение дня кто-то задает вопросы, отвечаем здесь и сейчас, по факту, не надо там, ладно, некогда, вечером отвечу, если реально вам сейчас некогда, вы так и напишите человеку, я вижу ваш вопрос, как только я освобожусь, да, я обязательно вам отвечу, либо я сейчас подготовлю для вас информацию, чтобы вот она была прям вот по факту, да, и я вам отвечу, не оставляйте своих людей без внимания, когда человеку что-то нужно, вот прям здесь, сейчас ему нужно, он не увидит ответа от вас, он пойдет к другому человеку, и он может там найти этот ответ, поэтому не оставляйте людей без внимания, это важно, реагируйте, отвечайте, и что-то хотела еще сказать, такое прям мысль промелькнула, ладно, сейчас вспомню, скажу, да, и просите людей своих, когда они что-то у вас выигрывают, вот в таких, например, лотереях, розыгрышах, прям вот не стесняйтесь, в личку, попросите написать, поделись своими эмоциями, или прям в чате спросите, вот там у меня сегодня выиграла, ну как вообще тебя ожидала, не ожидала, что, какие эмоции испытываешь, потом, когда человек, как правило, люди отписываются тому, все, Оль, спасибо, забрала подарок, я прошу тоже, выйди в чат, пожалуйста, просто скажи там, как ощущения, можешь фотку сделать, либо поделись потом впечатлениями, да, после использования, не стесняйтесь с людьми общаться, мы не навязываемся, мы вот просто как с друзьями, пытаемся установить какие-то не, ну такие прям не сильно там формальные отношения, да, при этом соблюдайте дистанцию, в плане того, что не позволяете место хозяина в вашем чате занять кому-то другому, скидывать туда различные там видюшки с праздниками, болтать ни о чем, да, ну вот как бы вы следите за порядком, не разрешайте у себя в доме того, что вам не нравится, если у вас кто-то скидывает свои ссылки, то вежливо, у меня, например, были такие ситуации, кстати, вспомнила, что хотела сказать, у меня были такие ситуации, когда человек кидает ссылку, например, там у него ребенок где-то участвует в конкурсе, ну вроде бы, ну ничего такого, я зайду, проголосую, но я попрошу просто этого человека, попрошу в чате при всех, в следующий раз, просто сначала подойти ко мне в личку и спросить, да, можно я это сделаю, никому не сложно бывает поддержать ребенка, там или еще что-то сделать, да, какое-то благое дело, но все-таки вот такие границы свои, вы их сразу изначально очерчиваете, кому не нравится, человек выходит, не разрешайте захламлять, потому что из-за информации, которой будет много, лишней, будут выходить просто другие люди, даже те, кому интересно то, что говорите вы, вот, что я самое важное хотела сказать, если возникают у вас какие-то моменты спорные, человек выразил какое-то свое недовольство, не удаляйте этот комментарий, все остальные люди, в этот момент наблюдают, как вы, как специалист, будете решать этот вопрос, начинайте задавать наводящие вопросы, у меня была такая ситуация, когда женщина пришла с негативом, она заказала набор абсолют, она жаловалась, что она потратила такую кучу денег, в итоге она покрылась пятнами, и я начала расспрашивать, когда я, во-первых, посмотрела по ее ID номеру, я не увидела такого заказа в своей структуре, я начала расспрашивать, склонна ли в принципе она к аллергии, раньше бывало ли такое, когда она делала заказ, где она делала заказ, через кого она делала заказ, и когда в итоге я, узнав всю дополнительную информацию, сказала еще, что вашего заказа в моей структуре нет, а если бы он был, я бы смогла сейчас обратиться на правах партнера компании непосредственно в службу поддержки, в отдел по маркетингу, с менеджером по продукту, могла бы поговорить и что-то выяснить, но так как у меня нет основания, я не знаю, где вы купили этот продукт, соответственно, я вам помочь не могу, и вот такую ситуацию, когда человек вылил тонну негатива, я решила очень легко и спокойно, при этом все люди посмотрели, что тут действительно неправ тот человек, потому что вы, она потом сказала, уже успокоившись, что она купила, она даже не знает, где она купила, она купила где-то через подругу, ну, я не знаю, какие там сроки годности, а может быть там кто-то сто лет назад прокупился себе для звания, да, и она приобрела действительно продукт, может быть уже там, не знаю, может быть старый, может быть подделка, может быть у нее, она с чем-то, да, там другое что-то, другой фирмы там, например, умывалку использовала, а потом начала масса нашим кремом, если бы я, у меня было основание для обращения в компанию, я бы ей помогала, да, ну, как бы выяснить хотя бы, на что может быть такая реакция, так как у меня нет, соответственно, вопросов ко мне тоже нет, вот так вот потихонечку отстаивайте себя, свои границы, если человек пришел к вам, он пришел к вам потреблять информацию, которую даете вы, он хочет решать, он хочет иметь рядом человека, грамотного, который поможет ему в решении каких-то возможных проблем, значит, этот человек должен делать заказы через вас, бывает такое, что приходят люди, в чат попадают, ну, например, вы не знаете, что он уже зарегистрирован в компании, да, вы его пригласили через рассылки какие-нибудь, он к вам пришел, он сидит у вас, информацию берет, ну, как бы и бог с ним, делает заказы где-то в другом месте, ладно, больше даем, больше получаем, но, когда он приходит к вам с негативом, либо он приходит к вам с какими-то вопросами, да, неприятными, которые там порочат продукт, вас, еще что-то, то вы проверяете, ваш ли это человек, если человек не ваш, значит, вы его грамотно направляете туда, где он делает заказы. Вот, дальше, значит, могут быть еще различного вида игры, подарок за добавление друга, да, когда у вас уже немножечко, вот, как бы наладилось общение с вашей аудиторией, прошла там неделя-две, вы даете ежедневно контент, контент интересный, люди остаются, вы можете объявить розыгрыш за людей, которые к вам приведут, за знакомых, да, например, там, пригласи подругу, вы вместе получите с ней номера для участия в розыгрыше подарка, вам приводят человека в личку, например, говорят, да, там, добавь такого-то, такого-то, мы участвуем в акции, вы даете номер человеку, который у вас уже есть в группе, и номер человеку, которого пригласили, здесь, конечно же, важное условие быть всем, кого пригласили, как минимум до конца розыгрыша, быть участниками вашей группы, за это время вы заинтересовываете контентом, и потом разыгрываете, опять-таки, какой-то небольшой подарок, дальше, есть такой вариант, как экспертность, это на самом деле хороший такой способ проявить себя в качестве специалиста, да, по продукции, по косметике, по там, уходовым процедурам каким-то, да, если у вас есть время, то можете поэкспериментировать и провести у себя, например, сегодня у меня там, девчонки, привет, вышли в свечат, девчонки, привет, у меня сегодня есть время, хотите, там, разберу с точки зрения полезности, эффективности, экологичности, ваш любимый продукт, например, давайте возьмем зубную пасту, какой пастой пользуетесь, что вам там, ну, прямо сейчас, какой пастой пользуетесь, да, что вам нравится, и вам могут написать, если не пишут, прямо вот, чисто клиенты, мы просим кого-то из знакомых написать, хотя бы для начала, да, чтобы вот там, кто-то боится просто первым вылезти в чат, что-то не то сказать, просто поддержать, и пусть вам там пришлют, например, фотографию, вот, пользуюсь такой-то пастой, да, вы идете в интернет, у людей, которые просто чистят зубы, им просто нравится паста, не все куда-то зал, там залазят, какие-то исследования смотрят, какие-то статьи ищут, вы идете в интернет, если у вас вот просто нет там своих каких-то знаний, да, и смотрите там, были проведены такие-то исследования, там в пасте выявлено то-то, то-то и то-то, здесь задача не показать, что они пользуются чем-то плохим, здесь задача показать плюсы, минусы, и если у нас есть такой же продукт, а, например, у нас есть зубная паста, просто потом ее предложить как альтернативу, например, вот смотри, там я могу тебе сказать, что у тебя зубная паста, там в ней есть то-то, 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 это здорово, но есть и то-то, 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 но вот это там по результатам исследования не очень хорошо влияет, например, на эмаль, на слизистые, еще на что-то, там это неэффективно, неэффективно, в качестве альтернативы могу предложить вот такой продукт, просто обрати внимание на будущее, возможно, там тебе он тоже понравится, и вот такими днями экспертности вы, ну, во-первых, тоже людям интересно узнать, а что же там у них, да, не всегда есть возможность обратиться к специалисту и вот на такие темы поговорить, и плюс вы показываете себя как действительно человека знающего, которому можно доверять, и, естественно, все это тоже сближает нас с нашей аудиторией, с нашими покупателями. Есть еще классная игра тоже, вот честно скажу, я ее не так давно узнала, у себя еще не проводила, но буду включать. Игра называется «Шерлок Холмс». Вы публикуете, допустим, сегодня контент, завтра контент, послезавтра контент, а на четвертый день вы объявляете розыгрыш, быстрый розыгрыш, который должен, во-первых, показать вам, кто действительно вас читает, вы хотя бы посмотрите соотношение, да, процентное, там, например, если у вас 20 человек в чате, там откликнется один, ну, надо, значит, как-то повышать еще вовлеченность. Вы говорите, что сегодня я прям готова разыграть подарок, сегодня-завтра, например, среди тех, кто у нас самый быстрый, самый внимательный. я в контенте за предыдущие три дня вшила кодовое слово, допустим, вы там рассказываете что-то о шампуне, говорите, 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 а потом там между слов написано крупно корова, например, да, ну, то есть какое-то слово, вообще не имеющее отношения к теме. Что это дает? Люди, желающие получить подарок, которые увидели, что сегодня розыгрыш, они поднимаются вверх, они прочитывают контент, и, возможно, они там вычитывают и то, что им еще и для себя станет интересно, да, и они обратят внимание на продукт, в принципе, поймут, что в вашей группе можно получать подарки просто за то, что ты смотришь и читаешь, ну, и плюс получить подарок это вообще очень круто. Кодовое слово просите отправить вам в личное сообщение, чтобы его не палить, а потом среди тех, кто это сделал, ну, вам кодовое слово прочитали, отправили в личку, вы человеку даете номер для участия. Там три человека, три-четыре откликнулись, каждому присвоили номер, там по итогам двух дней разыграли подарок, опять-таки, какой-то небольшой, да. Вот, такие способы есть, еще раз скажу, что я вам сейчас весь этот материал, который рассказала, дам в качестве выжимок, информацию, дам ссылки на наши каналы, где можно брать материал для публикации контента, если у вас есть сейчас какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У меня по материалу все, давайте тогда, если что-то непонятно, либо у вас появились какие-то вопросы, прям не стесняйтесь, пишите в чате, еще раз напомню, что марафон, это не так надо, так не надо, марафон, это для обмена идеями, опытом, знаниями, поэтому вообще никогда не стесняйтесь, пишите, показывайте себя, проявляйтесь и забирайте по максимуму тогда, когда это вам дают. Все, всем хорошего дня, пока!